В 80-е умы американцев будоражила картинка с изображением советского лазерного оружия. Кто-то считал её выдумкой художника, но лазерная техника в СССР всё-таки была. Одной из организаций, занимавшейся разработкой боевых лазерных комплексов, являлась НПО «Астрофизика». Генеральным директором астрофизики был Игорь Птицын, а генеральным конструктором — Николай Устинов, сын того самого всемогущего члена Политбюро ЦК КПСС и по совместительству министра обороны Дмитрия Устинова. Имея столь мощного покровителя, астрофизика практически не испытывала никаких проблем с ресурсами — финансовыми, материальными и кадровыми. Это не замедлило сказаться. Уже в 1982 году был сдан на вооружение первый самоходный лазерный комплекс 1К-11 стилет. Задачей лазерного комплекса было обеспечение противодействия оптико-электронным системам наблюдения и управление оружием поля боя в жёстких климатических и эксплуатационных условиях. Соисполнителем темы по шасси выступило конструкторское бюро «Уралтрансмаша». На «Уралтрансмаше» было изготовлено две несколько отличающихся между собой машины. За создание комплексом разработчикам были присуждены Ленинская и Государственная премия. Как упоминалось выше, комплекс стилет был принят на вооружение, но по ряду причин серийно не выпускался. Тем не менее, их появление даже в условиях тотальной секретности не осталось незамеченным американской разведкой. В серии рисунков, изображавших новейшие образцы техники советской армии, был и весьма узнаваемый стилет. Формально этот комплекс находится на вооружении и по сей день, однако о его судьбе опытных машин долгое время ничего не было известно. По завершению испытаний они оказались фактически никому не нужны. Вихрь развала Советского Союза разбросал их по постсоветскому пространству и довел до состояния металлолома. Лучшая доля выпала еще одному аппарату совместного производства астрофизики и «Уралтрансмаша». Как развитие и действие лета был спроектирован и построен новый СЛК-1К17 «Сжатие». Это был комплекс нового поколения с автоматическим поиском и наведением на бликующий объект излучения многоканального лазера, в котором небольшая часть атомов алюминия замещена ионами трехвалентного хрома, или попросту на кристалле рубина. Рубину придают форму цилиндрического стержня, концы которого тщательно отполированы, посеребрены и служат зеркалами для лазера. Специально для сжатия был выращен искусственный кристалл массой около 30 кг. Лазерная пушка в этом смысле влетала в копеечку. Новая установка требовала и большого количества энергии. Для ее питания использовались мощные генераторы, приводимые в действие автономной вспомогательной силовой установкой. В качестве базы для потяжелевшего комплекса было использовано шасси новейшего по тем временам самоходного орудием 100С. Для размещения большого количества силового и электронно-оптического оборудования рубка мсты была существенно увеличена по длине. В ее кормовой части разместилось ВСУ. Спереди вместо ствола был размещен оптический блок, включавший 15 объективов. Система точных линз и зеркал в походных условиях закрывалась защитными броневыми крышками. Этот блок имел возможность наведения по вертикали. В средней части рубки размещались рабочие места операторов. Для самообороны на крыше была установлена зенитная пулеметная остановка с пулеметом НСВТ. Корпус машины был собран на Урал-Трансмаши в декабре 1990 года. В 1991 году комплекс, получивший войсковой индекс 1К17, вышел на испытание. И в следующем году был принят на вооружение. Как и прежде, работа по созданию комплекса сжатия была высоко оценена правительством страны. Группа сотрудников астрофизики и соисполнителей была удостоена государственной премии. Однако на этом звезда Николая Устинова закатилась. Развал Советского Союза и падение КПСС низвергло прежние авторитеты. В условиях рухнувшей экономики подверглись серьезному пересмотру многие оборонные программы. Не миновало учись сия и сжатие. Запредельная стоимость комплекса, несмотря на передовые прорывные технологии и хороший результат, заставило руководство Министерства обороны усомниться в его эффективности. Лазерная пушка осталась невостребована. Единственный экземпляр долгое время прятался за высокими заборами. Пока неожиданно для всех, в 2010 году не оказался воистину каким-то чудесным образом в экспозиции Военно-технического музея, что расположен в подмосковном селе Ивановское. Надо дать должное сказать спасибо людям, сумевшим вытащить этот ценнейший экспонат из-под грифа «совершенной секретности» и сделавших эту уникальную машину достоянием общественности, наглядным примером передовой советской науки и инженерной мысли, свидетелем наших забытых побед. Спасибо вам большое за просмотр. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк и расскажите о нем друзьям. Кстати, в последнее время YouTube постоянно снимает монетизацию на моих роликах из-за военной тематики. Поэтому, если у вас есть желание поддержать канал, я оставляю ссылочку в описании под видео.